Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Не хочется приносить плохие новости, но факты есть факты, и тут ничего не поделаешь. К сожалению, эту зиму не все пчелиные семьи переживут. А почему, так сейчас подробно и объясню. Итак, поехали. Сделал я контрольный осмотр семей, и результат меня, ну, как минимум, не обрадовал, как минимум не обрадовал, семьи очень сильно просели. Ну, многие радовались, что вот у нас такая теплая осень, у нас на самом деле для Среднего Урала это вообще не свойственно, был абсолютно теплый сентябрь, стояла такая августовская погода, пчелы летали, приносили пыльцу, и многие пчеловоды писали, что вот у них прям расплод идет уже и сентябрь, уже и октябрь начался, а расплод все идет. И в этом тоже ничего хорошего нет, радоваться не стоит. Поэтому я и говорю, что после закорма я сразу же убираю и холстик, и утепление, чтобы у меня никакого расплода нет. Теплую погоду посмотрел в центральной рамке, расплода не было еще в сентябре. И это очень важный момент. Почему? Потому что мало того, что поработал клещ, мы его даже обрабатывая бипином, в закрытом расплоде он останется. Расплода на самом деле все равно немного в этот период, но клеща в нем огромное количество. И вся пчела, которая будет выходить, она уже все. Это калекия, она бескрылая, она никакой пользы семье не принесет. Она просто-напросто дает возможность развиваться этому клещу и оттягивает нашу последнюю обработку. Пчелы на выведение расплода изнашиваются больше всего не на перевработке сиропа, не на медосборе, а на выведение расплода. И к этому есть научные доказательства и данные. Почитайте, увидите. Изнашиваются пчелы в большей степени, которые бы пошли в зиму и перезимовали. То есть, ну тут сплошные потери для семьи. Поэтому, конечно, вот еще одна такая мера, это все-таки после закорма нужно охлаждать семьи, чтобы расплода не было, чтобы как можно быстрее обработать контрольно пчел от клеща, когда нет расплода. Постоянные зрители канала помнят, что летом я еще выпускал ролик, когда ползали молодые пчелки на пасеке и говорил, что это очень плохой знак. Конечно, я очень часто говорю про клеща, про целый цикл годовой борьбы с ним, потому что на самом деле это основная причина, или даже сказать источник первоначальный, который приводит потом к гибели или слету пчел. Конечно, тут нужно смотреть и клеща, и вирусные инфекции в комплексе, но, как правило, это все вместе, одно и то же. Начинает работать клещ, вирус добивает. Классическая картина слета пчел из-за вируса, из-за клеща, это когда у вас семья была достаточно сильная, принесла много меда, открываете улей, полно меда, буквально горстка пчел, матка с ними и все, больше ничего нет. На дне никакого подмора. Бывает, конечно, ситуация пропущена, в этом случае эта горстка пчел умирает, вместе с маткой падает на дно, и их только можно найти. Если вы и этот момент пропустите, то, конечно же, при летной погоде соседние пчелы, соседние семьи просто-напросто разграбят мед. И тогда вот картина уже будет смазана, и истинную причину уже сложно будет определить. Объясняется все это очень просто. Чем сильнее семья, тем она больше выводит расплоды. Ну, естественно, конечно, принесет больше меда. Чем больше расплоды, тем больше клеща. Чем больше клеща, тем больше поражения пчелы, тем больше возможностей заразиться вирусами. И, естественно, тем быстрее вирусная инфекция распространяется. Есть мнение, что в слете пчел виноваты осы, шершни. При сильном нападе ос и шершни, шершни, вот, кстати, реально выбивают семьи, и открываешь улей, ты видишь совершенно другую картину. Там на дне целая куча остатков пчел, может быть, мертвых пчел, ну, практически равное объему целой семьи. И все рамки разграблены. Меда в семье нет. Это совершенно другая картина, и не надо тут путать. Конечно, я обрабатываю пчелиные семьи, работаю, борюсь с клещом, не даю ему развиваться в течение всего сезона. В этом году точно так же работал, но летом, в момент медосбора, ну, как обычно, делал всего лишь одну обработку пчел органическими кислотами. Ну, с помощью сублиматора. И всегда этого хватало, но год-однокод не приходится. В этом году этого было мало. Все-таки нужно было провести в момент медосбора цикл работ через семь дней, чтобы каждая вновь рожденная популяция клеща сбивалась. Да, осенью бипином я обрабатывал, но так или иначе клеща было очень много, и это сказалось именно на августовском расплоде, который пойдет зиму. Расплода в августе было больше, чем обычно. То есть, ну, погода была хорошая, все замечательно, расплода была куча. Но вопрос в том, что из этого расплода здоровой пчелы вышло очень мало. Меньше, чем в обычный год. И хотя семьи, если вы посмотрите предыдущие ролики, кстати, если кому интересно, то ссылки на них есть в описании, так же появляется вверху виде подсказок. Ну и все ролики по теме пчеловодства можно найти в соответствующем плейлисте. Так вот, если вы посмотрите ролики, семьи были очень сильные. Но как только я семьи закормил и начала отходить потихонечку пчела, которая работала на видосборе, семьи резко сократились. Причем, если я летом вообще не обработал, то я думаю, у меня бы был массовый слет пчел. Все подссылки к этому есть. Так, ну тут все замечательно. С этой стороны здесь пчелки есть. Вот тут нет. Тоже сдвигаем. Рамку передвигаем, все. Сокращение произошло окончательно. Вот сколько клуб занимает, столько и надо. Благодаря тому, что сейчас прохладно, я уже вижу истинные его размеры. Все, с той стороны нормально. Клуб примерно посередине. Так, ну тут все. Тут ничего сделать не надо. Тут в принципе пчелы занимают все пространство. И наверное я им сейчас еще рамочку дам. От слабеньких семеек вполне это можно делать. Вот есть хорошая рамка. Тут явно пчелам маловато. В зависимости от силы семьи и принимается решение. У кого-то забрал, кому-то отдал. Все, вот этой семье явно надо побольше. Все, по силе семье. Все хорошо. Каждая семье индивидуальный подход. Тут не все рамки обсиживаются пчелами. Семья слабенькая. Здесь медовые рамки. Медов в них много, но пчелы не обсиживают. Тут еще поставлю сюда, остальные за перегородку. Семейка слабенькая. Даже вот эта вот рамка лишняя. Да. Никакого смысла в ней нет. Все, ужимаем гнездо. Окончательно, как говорится. Это запасник уберу. Единственное, что сейчас надо, тоже гнездо немножко сдвинуть, чтобы оно было по центру. Сейчас расшевелю рамки и все сдвинется. Посмотрим, сколько рамок занимает пчелы. Гнездо сюда сместилось, я вижу. Ага, с этого края практически ничего нет. Вот это тоже может быть причина, по которой пчелы, грубо говоря, пчелам не хватит корма. Хорошие рамочки, а пчелы на них нет. Клуб сместился по той или иной причине. Мог. Так. Сейчас мы это все исправим. Так. Эту рамку однозначно за перегородку. Ну и потом уже в конце уберу я. Тут очень много перги. Это в запасник на весну. Так. Тут тоже перги много. Все это в запасничек. Ну поэтому пчелы, наверное, и сместились. Надо тоже смотреть причину, почему пчелы сдвинулись. Потому что тут перги очень много. А она для зимнего корма, как говорится, вообще ни к чему. Да. Вот эту поставлю на ту сторону. Рамочку. И гнездо восстановим. Поставим его посередине, как должно быть. Все. Все. Вот летный тенек тоже. Можно для таких операций вполне использовать. Все. Гнездо уже по факту окончательно сжал. Прохладненько было. Уже клуб сжался как надо. Больше смысла нет оставлять. Так. Давайте тут посмотрим. Тут нормально. Тут по классике. В принципе. Крайние рамки только лишние. Там пчелы нет. Их за перегородку. Да. Эту за перегородку. Вторую рамку тоже. Там пчелы нет. Оставлять их смысла нет никакого. Даже, наверное, две. Все. Даже, наверное, и вот эту еще уберу. Рамку. Да. Ну, на семь рамках. Вот слабенькие семейки. Так, вот зимой. Посильнее больше занимает. Так что делайте выводы. Учитесь на своих ошибках. Я однозначно сделал вывод, что расслабляться с клещом нельзя. Бывают вот такие вот вспышки его. Раз где-то в пять, раз в четыре года. Но они бывают. И вот это лето именно такое. Опять же, учитывая тот факт, что все-таки у меня была какая-то обработка летом органическими кислотами. Учитывая тот факт, что у меня семья охлажденная. Вот кто этого не сделал, я понимаю, что у него массовый слет пчел. И ос сюда приплетать не надо. Это совершенно другая история, совершенно другая картина. Они кардинально отличаются друг от друга. Проследите всю цепочку рассуждений. Если хотя бы в каком-то одном звене есть неверное утверждение, то вся цепочка разваливается. Вся цепочка становится неверным рассуждением. Учитесь на ошибках, понимаете, почему они произошли и не делайте их впредь. Чего я вам искренне желаю. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Успехов вам и до новых встреч!